Всем привет! И в этом видео мы с вами разберем, как правильно делается так называемый вид гола лакросс. Ну что, первое, что здесь нужно понять, лучше всего двигайтесь на вираже. Я на вираже еду, на вкручку пойдем. И здесь ее поднимаем. Это первое. Второе. Подкручиваете шайбу. Подкручиваете ее. Раз, даже носком. Даже чуть-чуть. Ее чуть-чуть подкрутив, уже можно спокойненько подрезать. Вот я уезжаю вираж. Поднять шайбу на крюк можно как с середины крюка, так и спят. Дело вкуса. Ну, с середины крюка, наверное, быстрее. Ну, если вы хотите научиться правильно, как классический бросок, например, то, конечно, лучше подкручивать с пятки ее. Больше вероятность, что она у вас останется на крюке. Надежнее возьмем. Уже, да, уже три варианта, правильно? Подкрутили, сделали вираж, подрезали. Покажу. Четвертое. Обязательно нужно шайбу подбить чуть-чуть, да, встречным движением с ноги на ногу. Раз, два, раз, два. Будет встречное движение такое более жесткое, шайба на крюк более охотно заедет. Если я делаю мягко, сами видите, ничего не происходит. Ну, там, чуть-чуть. А когда мы жестко, лопатой, да, работаем? Встречаем ее. Да, да, да. Жестко. Тогда она у нас охотник заезжает на крюк. Хорошо, это четвертая. Пятое. Шайбе нужно дать пространство. Помимо всего этого, вы не даете пространство для ускорения. Пускай это ускорение будет даже маленьким, маленьким, мельчайшим. Раз, два, раз, два. Но вы даете шайбе свободное скольжение, а себе даете возможность эту шайбу встретить правильным движением. И о правильном движении. Седьмое. Все мы знаем движение. Убираем под себя, да, есть упражнение такое. От себя к себе. От себя к себе. Вот это во главе всего. Это упражнение здесь лежит. Только мы здесь не ловим, да, шайбу, а открывая крюк, забираем ее себе. Восьмое. Не забудьте перед тем, как шайбу поднять на крюк, вывести руки вперед. Прямые руки вперед, вот. Оп. На движении на вираже. Также желательно это делать не глядя, оставаясь в игре. О! О!